Скажите мне это. В чем дело? Я не хочу говорить. Ну, с тобой что-то не так. Ведь это не случайно, что ты всегда так говоришь. Что с тобой случилось? Что за ужасное с тобой случилось? Смерть моего отца кажется вам чем-то незначительным, Бруно? Это был очень тяжелый удар, и мне пришлось пережить его в одиночестве. Это потому что... Я был вам нужен. Это потому что вы думаете, что я стер себя. Вы не можете меня простить. Я прав. Нет, вы не ошибаетесь. Я уже объяснил вам, что... С этой девушкой этого не было и не будет. Никогда ничего не происходило. Это была большая путаница. Но уже поздно. Нет, еще не поздно. Еще нет. Если вы... Если вы дадите нам еще один шанс, Селина, мы сможем все прояснить. Я прошу вас, пожалуйста, остаться на Коста Эсперанца и все прояснить, да? Я не могу. Идите, Бруно. Это большая ошибка. Это было бы ничем, верно? Это большая ошибка. Это было бы ничем. Это было бы ничем. И это было бы ничем. Я приехала на Коста-Эсперанцо специально, чтобы увидеть вас. Это последнее, что у меня осталось от моей семьи, и... Мой отец попросил меня передать его тебе перед тем, как умер. Ричард умер? Да. Как? Когда? Ну, это долгая история, но она наверняка расскажет вам об этой болезни там, в письме. Я не знаю. Нет, нет, это ничего не говорит мне о болезни. Это странно, потому что я думала, что собираюсь тебе рассказать. Но он дал мне ее запертой, чтобы передать ее вам. Я прочту ее вам. Нет, нет, в этом нет необходимости. Мне нечего скрывать от вас. Я собираюсь прочитать ее вам. Дорогой брат... Я хочу этого. Я хочу, чтобы вы позаботились о Селине. Это то, что я люблю больше всего в этом мире. И мне нужно знать это, прежде чем я умру. О ней позаботиться. О вас позаботиться. О моем брате. Обо мне. Я рад, что вы пришли, я. Мои дети не хотят меня даже видеть. Я здесь из-за ошибки, которую никто, никто не позаботится исправить. Мы двое одни в мире, вы и я. Вы понимаете это? Я благодарю Бога, что Он пришел. Я благодарю Бога. Я жду девушку. Вы видите ту, которая оставляет там забытые велосипеды? Вы знаете? Спасибо. Я говорю вам правду. Если вы и дальше будете заниматься этим, мне придется обратиться к руководству по эксплуатации, чтобы понять вас. Нет, я не понимаю, что вы делаете. Мне нужна ваша помощь. Ну, посмотрите, Бруно. Я на самом деле приехала на Коста Эсперанса, чтобы увидеться со своим дядей. И, как оказалось, он находится в заключении и нуждается в адвокате. И он единственный человек, который у меня есть. И я хочу ему помочь. Все в порядке. Единственное, что я могу сделать, это спросить моего дедушка. Он юрист. И посмотрим, окажет ли он нам эту услугу. Как вы думаете? Спасибо. Как зовут вашего дядю? Герман Вильянуэва. Ты остаешься снаружи, дорогой. Ты остаешься снаружи. Остановитесь. Я до сих пор не понимаю, как я никогда не связывал ваше имя с именем Германа. Просто мне все равно. Мне нужна ваша помощь. Я не собираюсь. Я не могу тебе помочь, Селина. Этот парень бандит. Посмотрим, понимаете ли вы, который приказал убить горничную. Он хотел, чтобы его жена оказалась в тюрьме. Но почти доказано, что он похитил дочь. Сбежал из тюрьмы, но... Что еще вы хотите знать, чтобы понять, каков ваш дядя? Что еще вы хотите знать? Вы мне поможете? Нет. Нет. Я не собираюсь тебе помогать. Тогда ты уходишь. Какую часть из всего, что я вам рассказал, вы не поняли, Селина? Отойдите. Вы снова подвели меня, Бруно. Я не знаю, зачем я пришла просить вас о помощи. Я знаю. Я сжигаю то, что мне не подходит. Раз уж вы сжигаете это письмо, Селина. Посмотрим, забудешь ли ты такую ненависть. Открой ее, и ты узнаешь правду. Как поживает мой лучший сокурсник? Даже если вы не поверите, но после стольких ссор и примирений я вышла замуж за Роберто. Какие это были времена. Иногда я так по ним скучаю. Мы так хорошо проводили время втроем в те дни, когда меня поселили в квартире, которую выделили с Роберто. Он до сих пор помнит твои ужасные яичницы, Дульседа Лёча, которые тебе прислали из Аргентины. Этого не может быть. Этого не может быть. Вы знаете, мой дедушка говорил, что казначейство смеется над вашими выходками, помните? Да, хорошо. Ну что-то в этом есть, не так ли? Все это. А что вы помните? Нет, произошла путаница, которая, несомненно, уже будет устранена, но я не знаю. На мгновение это было похоже на сон наяву. Подробности сейчас. Я собираюсь спать. Нет. Мы могли бы поговорить? Я оставила это своему отцу в постели, взяла серебро и поехала в Лондон. Как вы путешествовали? Селена, когда вы путешествовали? Почему мы этого не видели? Нет. Вы меня не видели, я видела вас. Я добралась до вашей квартиры и увидела, как вы встречаетесь с этой девушкой. Фабиана? Да. Это. Это та самая девушка с фотографией. Да. Дело в том, что я видела их такими счастливыми. И я не хотела оставаться в Лондоне ни на один день. Я проспала всю ночь в аэропорту и поехала домой. Я была такой дурой. Если бы мы поговорили об этом раньше, сегодня все было бы по-другому. Да. Да, это было бы по-другому, но это не имеет значения. Это уже случилось. У нас есть время. Мы можем начать все сначала. Да? Нет. Нет. Уже поздно. Нет, еще не поздно, Селина. Еще не поздно. Единственный человек, который может дать вам разрешение начать все сначала, это вы сами. Я не могу, Бруно. Вы можете. Я не могу. Ну, Химена, я уже получил твои лабораторные анализы. Что у меня есть? Вы беременны. Очень счастливы. Если Марио будет доволен. Ну, я тоже, я был очень рад. Выслушайте меня. Я дам вам телефон и имя Кушера, чтобы вы пришли к ней. Она там. Ну, позвоните ей в это время, и она придет, верно? Нет, раньше до вашего. Ну, спасибо. Удачи. Берегите себя. Что? Если бы я забеременела, что тогда? Вы бы согласились родить ребенка? Вы спрашиваете, что это за вопрос? Нет, серьезно. Вы бы согласились или нет? Я не знаю. Все равно эти вещи решаются, когда они происходят или нет. Надо будет посмотреть. Селена, я хочу, чтобы ты сказала мне одну вещь. Когда вы приехали в Лондон, чтобы увидеться со мной, это было для того, чтобы сказать мне, что ты беременна, верно? Это было? Простите меня. Я не знаю, это пришло мне в голову. Я не знаю. Но зачем-то вы это сказали. Откуда вы взяли, что я беременна? Я вижу, что ты изменилась, Селена. Я вижу, что ты изменилась. Вы не хотите ничего вспоминать о своем прошлом. С другой стороны, я вспомнил наш разговор в Лондоне, потому что вы спросили меня... Послушайте, мне это неинтересно, понимаете? Перестаньте выдумывать странные вещи. Я по единственной причине поехала в Лондон, потому что хотела вас. Не более того, а не потому, что была беременна. С вами все в порядке? Мы можем быть откровенны. Спасибо вам за все, Селена. Я все еще люблю вас, понимаете? Я все еще люблю вас, и да. Если бы я узнал, что сделал что-то, что заставило вас страдать, я бы никогда себе этого не простил. Я очень люблю тебя, очень люблю тебя. Понимаешь? Мне так приятно быть с вами, понимаете? Вы знаете? И я хочу, чтобы мы снова были вместе. И все в порядке. При одном условии. Которую вы хотите. Пусть вы больше никогда не будете приходить ко мне с такими странными позами, как сегодня. Все в порядке. Все в порядке. Больше никогда. Я еще не закончила. Нет, все в порядке. Пусть мы больше никогда не будем говорить о прошлом. Потому что мне от этого очень плохо, и я хочу начать все сначала. Я принесла вам одежду с гигиеническими принадлежностями, чтобы вы могли побриться. Боже мой, Боже мой, как хорошо вы меня делаете ради Бога. Потому что она больше не выносила меня. Селена, я так много должен поблагодарить вас за то, что вы пришли навестить меня, например. Вы единственный человек, который это делает. И тогда, черт возьми, дни больше не проходят. Хорошо, но ты уже собираешься уходить. Я уверена, что ты выйдешь быстро. Вы собираетесь остаться жить в Коста Эсперанца? Мне нужно знать. Я хочу знать, смогу ли я это сделать, когда выберусь отсюда. Выполнить то, о чем просил меня мой брат. Да, я останусь. Вы не представляете, как это меня радует. Я ваша семья. Я единственный, кто у вас здесь есть. Я позабочусь о вас. Я позабочусь о вас. Да, и кроме того, я встретила человека, которого давно не видела, и который мне очень нравится. Его зовут Бруно. Этот внук Леандро Виллаути. Я очень хорошо знаю, потому что он посадил вас в тюрьму, но... Нет, нет, нет. Дело не в этом. Дело не в том, что я его ненавижу. Нет. Нет, если... Леандро Виллаути, отличный адвокат. Он сделал то, что, по его мнению, должен был сделать. Он представил ряд доказательств. Но и это была его роль. Я думала, ты ненавидишь его, потому что... Нет. Я втянула вас в это. Нет, Сирена, нет. Вы меня не знали. Не я. Это не в моей натуре. Ну что же, время посещения истекло. И поэтому они предупреждают. Ну, берегите себя. Вы тоже. Чао. Спасибо. Леандро Виллот. Старый хрен. Ты уже заплатишь за все, что сделал со мной? Леандро Виллот. Леандро Виллот. Как дела? Хорошо. Хорошо? Я взяла выходной, чтобы поразмышлять о своей жизни. Какой вывод? Нет, не так много вещей. У меня есть помещение, в котором я даже не работаю. Партнер, который повесился. Я живу взаймы в доме человека, который даже не может приготовить чай, как ему нравится. Пачи, все это происходит как следствие сна, от которого вы проснулись? Че, не могли бы вы дать мне какое-нибудь сердечное лекарство? Нет, вот почему. От такого рода недугов, скажем так, нет лекарств. Что вы делаете, когда чувствуете, что вас разрывают на тысячу кусочков? Послушайте, я не кардиолог. Поэтому, если хотите, я расскажу вам о своем месте пациента. У вас когда-нибудь были эти симптомы? Да. Один раз и на протяжении многих лет. Сколько лет? Как вы выдерживаете годы? Я не знаю. Не более того, я не знаю, смог ли я это вынести, но... У меня есть для вас решение. Вы знаете, я могу познакомить вас с какой-нибудь медсестру или семейным врачом. Пока вы не женаты. Проблем не так много. Влюблен, холост, вдовец, все, что вы хотите. Мы ставим это в очередь. Давайте выберем. Кто это? Бруно. Входите, Бруно. Он закрыт, я не могу этого сделать. Подождите, подождите, я открою вам. Поговори со мной, Бруно. Бруно, что случилось? Поговори со мной, Бруно. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Как будто в меня выстрелили. Посмотрите на меня. Да. Вам придется остаться в интернате. Я бы хотел, но я сказал вам, что в этом нет необходимости. Но вы собираетесь подать жалобу, не так ли? Нет, нет, зачем? Если никого не было. Это кража. Я никого не могу узнать. Но что вы знаете, если это ограбление? Вы уверены? Но я полагаю, что да. И кто захочет меня застрелить? Вы можете оказать мне услугу, верно? Да. Позвоните моему дедушке и скажите ему, что я останусь охранять что угодно. Нет, я не хочу, чтобы он видел меня таким. Он будет беспокоиться. Но и где вы собираетесь остановиться? Я сказал им, что у меня есть медсестра, которая может присмотреть за мной всю ночь. А у вас есть медсестра? Вы? Я не знаю, пока у вас есть место в вашем доме на колесах. Клянусь вам я, я в таком состоянии нет. Я не опасен. Спасибо. У вас есть маленькая салфетка? Да. Спасибо. И майонез, пожалуйста. Да. Что? Что случилось? Вы, как всегда, очень суетливы. Вы ничего не изменили. Все очень суетливо. Я болен, я ранен, тяжело ранен. Нет, не связывайтесь с этим. Нет. Нет, потому что я все еще беспокоюсь об этом. Все в порядке. К счастью, он не стал старше, и мне становится все лучше и лучше. Да? Все в порядке. Что вы смеетесь? Что вы так на меня смотрите? Нет, ничего. Я люблю это. Мне нравится, как вы заботитесь обо мне, и мне нравится осознавать это, потому что ничего, я заботюсь о вас. Конечно, я заботилась о вас. И ты не собираешься говорить мне, что любишь меня. И вы знаете. Да, но я хочу это услышать. Я люблю тебя. Я тоже. Селина. 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 Кто это? Полиция. Полиция. В течение нескольких дней я не буду приходить к вам. Почему? Бруно попал в аварию. Что вы мне говорите? Да, в вас стреляли. Но, к счастью, это была не более, чем царапина. Увы, бедный мальчик. Боже мой, какая трагедия. Я была очень напугана, понимаете? Нет, 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 нет. Я не хочу, чтобы тебе было плохо. Я ни за что не хочу, чтобы тебе было плохо. Все по-прежнему. Все по-прежнему. Неуверенность, отсутствие справедливости. Это то, что удерживает меня здесь. Отсутствие справедливости. Увы, дядя, я хочу кое-что для вас сделать. Нет, сейчас не время. Сейчас вам нужно. Сейчас вам нужно позаботиться о Бруно. У вас еще будет время позаботиться обо мне. Я люблю тебя. Я тоже. И все, чего я хочу, это чтобы с тобой все было в порядке. Послушайте меня, вы рассказали Герману о наших отношениях. Да? Ну тогда я бы ничего не пропустил, в этом не было бы ничего странного. В этом не было бы ничего странного. Что вы имеете в виду? Что мой дядя имел к этому какое-то отношение? Я бы не удивился, нет? Как вы можете думать о чем-то подобном? Если я вам сказал, ваш дядя очень опасный человек. Ну послушай, Бруно, если ты действительно в это веришь, очевидно, что ты не можешь мне доверять. Я собираюсь продолжать видеться со своим дядей и рассказывать ему все, что мне заблагорассудится. И если тебя это не устраивает, ты уходишь из моего дома и исчезаешь из моей жизни. Идите, Бруно. Нет, нет. Но слушая то, что я вам говорю, вы не можете быть такой замкнутой. Идите, Бруно. Но я не собираюсь уходить. Вы хотите, чтобы я рассказал вам обо всем? Нет, вы уже сказали мне. Я не хочу. Нет, я не все вам рассказал. Вы знаете, что он сделал? Он притворился парализованным. Он сбил подругу своего сына, которая была беременна, и из-за этого она потеряла ребенка. Как это было? Он наехал. Посмотрите, как мило. Я уверена, что это был несчастный случай. Это был не сумасшедший несчастный случай. Это не был несчастный случай. Он нарушил машину. Это ложь. Я так не думаю. Да, знаете что? Я знаю, я знаю, что вам плохо, потому что вы очень привязаны к своему дяде, который был единственным человеком, который у вас был до сих пор. До сих пор это единственный человек, на которого вы могли положиться. Теперь у вас есть и я. Вы понимаете? И если я говорю вам все это, сеньор, вы слышите? Вы слышите? Идите сюда. Я говорю вам все это, чтобы вы не страдали больше, чем страдали. Не волнуйтесь. Ну я, когда смогу, зайду посмотреть и когда смогу. Ну я. Большой поцелуй. Все в порядке, чао. Беспокоился, бедный. Что со мной что-то случилось. А ну иди к нему и успокойте его. Я пойду посмотрю. Что происходит? Вам все еще плохо? Нет. Я не знаю. Не может быть, чтобы все люди ошибались, не так ли? Вы знаете что, Сирена, я думаю, вам нужно было бы немного забыться, не так ли? Вы знаете, что мне нужно? Пусть он посмотрит мне в глаза и все опровергнет. Ну что же, тогда давайте я провожу вас к нему. Я лучше пойду одна. Нет, 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 нет. Одна, вы уходите одна. Мне это совсем не нравится. Но в своей жизни я сталкивалась с гораздо более сложными вещами. Малышка. Вы лжец. Я знаю всю правду. Как я могла доверять вам? Я знаю всю правду. Пожалуйста, Сирена, не забивай себе голову. Что они тебе говорят? Я был бы не в состоянии. Вы не в состоянии? Вы не в состоянии на что? Сделать из себя паралитика, чтобы отправить свою жену в тюрьму? Сбить с ног невесту вашего сына и заставить ее потерять ребенка? Я не могу позволить вам лгать. Вы знаете одну вещь? У вас что-то пошло не так. Появился Бриз. Что вы говорите? Вернулась память. Что случилось? Что вы делаете? Отпустите меня. Отпустите меня. Не прикасайтесь ко мне. Не прикасайтесь ко мне. Это, это племянница? Это моя племянница. Я бы никогда не причинил тебе вреда. Я понял, что был тронут тем, что вы мне только что сказали. Я счастлив, счастлив, что появился Бриз. Потому что, когда кто-то теряет своего ребенка, он теряет свою жизнь. Я ухожу. Простите меня за это. Простите меня. Я не хотел плохо обращаться с вами. Я знаю, что должен просить прощения за многое. У меня было много ошибок в моей жизни. Я человек. У каждого человека может случиться что-то, что сделает его лучше или хуже, но... У всех нас может быть пятно в нашем прошлом. Или вы этого не сделаете? Или нет? Как вы спали? Хорошо. Хорошо? Вы уверены? Угу. Вы вставали пару раз, не так? И смотрели в окно? Да. Передайте это. Нет, иногда со мной такое случается. Я смотрю в окно, больше ничего. А почему? Я не знаю. Вы не знаете. Вы не знаете правды. Спасибо. Я пошла к своему дяде и... Я посмотрела ему в глаза. Мне очень жаль, что эту новость пришлось сообщить вам мне, вы знаете, но... Мы вместе. Мы собираемся продолжать быть вместе. Да, но я боюсь. Я не знаю, я не понимаю, почему мой отец попросил Германа позаботиться обо мне, понимаете? Это как мандат, чего я не могу понять, нет. Не думай, не думай больше. Я думаю, что тебе лучше не думать. Тебе лучше оставаться рядом со мной, что я могу позаботиться о тебе, и я буду заботиться о тебе, и я буду следить, чтобы с тобой не случилось ничего плохого, понимаешь? Но тогда вы подумаете, что это нападение Германа на вас, а не на меня. Да, я так думаю. Бруно, если вы пытаетесь меня успокоить, вы ошибаетесь. Для меня гораздо хуже, что вам угрожают. Я знаю, я знаю. Но как вы думаете, что я вам скажу? Правду? Но почему? Почему я должен делать то, что вы с ним сделали? Вы думаете, что из-за вашего медицинского диагноза на суде, но это я просил об этом. Так что? Я знаю, Герман. Есть кое-что еще. Селина, девушка, с которой я встречаюсь, племянница Германа, понимаете? Это девушка, племянница Германа. Боже мой, но... Как вам пришло в голову выбрать злодейку? Нет, нет, нет. Просто мне в голову не приходило выбрать злодейку. Что я знаю? Я давно жил с Селиной в Лондоне. Я на время перестал с ней видеться. И как мне могло прийти в голову, что она племянница Германа? Что? Как бы то ни было, первое, что вам нужно сделать, это держаться подальше от этой девушки. Держаться подальше от этой девушки. Если только вы не хотите, чтобы с вами случилось что-то очень-очень ужасное.